Всем привет! В октябре 2017 года в сети всплыл документ, что Activision запатентовала систему матчмейкинга, которая будет стимулировать игроков на покупку микротранзакций. Все тогда боялись за Destiny и за предстоящий Black Ops 4, который, к слову, оказался совсем другим фруктом и просто бросал нам все микротранзакции в лицо. Игра просто-напросто не соответствовала описанию этого документа и про него почти все забыли. До недавнего случая. Ютубер престижеский недавно выложил видео, где он купил анимешный скин и еще что-то за кодпоинты. Его сразу закинуло в очень подозрительное лобби, в котором игроки не соответствуют его скилу. Такое чувство, что скилл-бейст матчмейкинг идет наперекур, а вы как потребитель можете убедиться в нагибучести своей покупки. Хотя это всего лишь скин. Если так задуматься, то за три года с момента публикации этой новости эту систему можно было обсудить на этапе планирования разработки МВ. Еще это частично объясняет, почему после агрессивной политики микротранзакции BO4 они решили отказаться от всего этого и сделать лояльны к игроку Battle Pass, при этом заставляя потеть почти в каждой игре благодаря скилл-бейст матчмейкингу. Так что будущее скилл-бейст матчмейкинга и подбора игроков по кинекту выглядят очень грустно для игрока. Второй момент, который также обсуждают, это Ghost Bullets. То есть пули, которые очевидно должны были зарегаться, но не зарегались. Только весь смысл в том, что это работает в одну сторону. Когда хороший игрок играет против плохого игрока, то у хорошего игрока есть шанс того, что несколько пуль не зарегается как противовес скилу плохого игрока. То есть по факту игра технически равняет ваши шансы. И это не связано с работой сетевого кода. Лично у меня после прочитанного сложилось мнение, что Activision невыгодно разделять рейтинговые матчи и публичные, где вы можете отдохнуть, пофаниться и прокачать неметовое оружие. Так как им нужно подталкивать вас сами знаете на что. А то, что Call of Duty из шутера превращается в XCOM, где вы из 3 метров не попадаете по противнику, потому что вы играете лучше, я считаю это просто фиаско. То есть знание карт, реакция, аим и то, над чем долго работают игроки, просто аннигилируются желанием разработчика и издателя заработать. На этом у меня все, пишите в комментариях что вы об этом думаете. С вами как всегда был Evil. Всем пока.